У меня вопрос, может, даже не к кандидату, а к инициаторам этой кандидатуры. Вот я читаю прилагаемые документы. Вижу там только подпись инициатора и на одну страничку, биография, 34 года, по образованию юрист-филолог. Ну вот если бы на этой трибуне стоял какой-то известный экономист, стоял какой-то известный предприниматель, наверное, эти вопросы бы не возникли. Но как-то принято, мы сами все на выборы ходим, рассказывать о своих достижениях. Вот этих документов я не увидел. Услышал про нацпроекты, но, честно говоря, коллеги, я про нацпроекты в последнее время узнаю в основном из телеграм-канала прокуратуры края. Когда прокурор пачками вносит представления из-за того, что у нас нацпроекты либо тормозят, либо там как-то некачественно реализуются. Мы все понимаем, в каком состоянии у нас и здравоохранение в крае, в критическом и с образованием у нас не все хорошо. Поэтому, ну, кто-то мне может из правительства ответить, в чем все-таки изюминка этого кандидата. Что такое, вот я сейчас не слышу, не вижу, что меня бы побудило проголосовать безоговорочно в поддержку. Давайте, может быть, сначала вопросы к кандидату зададим. И, может быть, эти снимутся сомнения Александра Александровича. Может быть, потребуется дополнительная нам еще помощь. Ирина Геннадьевна. У меня вопрос в продолжении. Я смотрю вашу троевую деятельность. И вот вижу, из таких только, 18-19 год, начальник отдела сопровождения национальных проектов. А потом, 19-й год, начальник управления проектной деятельностью. И вот сейчас вы стоите на должность министра. Вот на самом деле, вы можете объяснить ваш такой резкий карьерный рост? Я многих коллег здесь знаю. Мы все понимаем примерный путь, который люди прошли. И у нас нет вопросов. Вот на ваш взгляд, что в вас такое замечательное и так резко проявилось, что вот вы так резко пошли по карьерному росту? Я прошу прощения. Я тогда, все-таки, может быть, Юрий Анатольевич, вас попрошу в этом плане выступить. Насколько корректно будет Анне Карловне характеризовать причины своего кадрового роста? Спасибо, Алексей Игоревич. Позволите мне не давать оценку качества задаваемых вопросов. Это точно не моя прерогатива. Хотя, чисто по-человечески иногда хочется отреагировать. Анна Карловна возглавила управление проектной деятельности сразу после его создания. Создание управления проектной деятельности продиктовано изменением политики федерального правительства в части организации работы по достижению национальных целей. Вы знаете и про указы президента. Она тоже это в своем выступлении говорила. Александр Александрович, вы иногда не только телеграм-каналы читаете, но и новости других СМИ, и официальную информацию. Она вся в публичном доступе есть, в том числе на портале краевой власти, законодательной и исполнительной. Краснодарский край по показателям исполнения основных критериев и целей национальных проектов твердо находится в топ-20, по отдельным показателям в топ-10 Российской Федерации. Неоднократно это замечается на федеральном уровне, и это вопрос не только аккуратной отчетности, но и вопрос правильного формулирования целей, правильного комплексного формирования мероприятий по достижению этих целей и правильного контроля. Возьму на себя смелость утверждать, что Анна Карлова на сегодня один из лучших, если не лучший специалист в проектной деятельности в правительстве Красноярского края. И когда обсуждалась ее кандидатура, губернатор окрая Александр Викторович, как вы знаете, в соответствующем представлении обратился к законодателям, к вам обсуждалась именно идея придания Министерству экономики, то, чем начинал заниматься еще Егор Евгеньевич Васильев, будучи министром экономики и регионального развития Красноярского края, придания Министерству экономики некоего особого статуса по координации деятельности органов исполнительной власти по достижению национальных целей. Эта задача, несмотря на то, что созвучна с национальными проектами, гораздо более емкая, чем выполнение целей национальных проектов. То есть сейчас все в стране переформатируется со всеми инструментами на достижение неких национальных целей. И все отраслевое планирование, территориальное планирование и все остальное будет вестись в этом ключе. И Минеку в этом смысле отводится ключевая роль. И для нас очевидно, что для того, чтобы Минек был драйвером, главным драйвером Минека должен быть министр. Спасибо.